Бокертов, дорогие друзья! Продолжаем наше изучение Торы. У нас сегодня четвертый урок в понедельной главе Беалатха. Написано вы Беалатха и говорили Мирьям с Агароном по поводу кушитки, которую взял Маше, и Божину кушитку взял у себя и так далее. Всевышний обращается ко всем Троим, к Маше, к Агарону и к Мирьям одновременно и они вышли и Всевышний сказал, «Если есть среди вас пророки, то я с вами общаюсь во сне или в видении, не так с рабом моим Маше, во всем моем доме доверен и он. И с вами я разговариваю загадками и явно, а с Маше Всевышний говорит открыто, лицом к лицу. Как же вы можете говорить против раба моего Маше? И отошло облако. И вот Мирьям покрыта проказой. И Агарон говорит Маше, мы дурно поступили, прости нам Господин наш, спаси ее. Маше молит Всевышний, о Господине мой, исцели ее. Она превратилась в страшное зрелище, покрыто показан, как снегом. Маше взмолился, Всевышний сказал, «Если бы отец плюнул ее лицо, не скрывалась ли она бы в Нистана 7 дней? Пусть скрывается теперь в Нистана 7 дней». Мы видим, что Всевышний исцелил Мирьям. Потому что, если бы это пятна проказы были, то 7 дней она бы была контрольных. Потом еще 7 дней. И если бы после этих 7 дней пятна бы прошли, то тогда она была бы здорова. Написано в главе Тазря. Написано, что если проказа покрыла все тело человека с головы до ног, сколько могут видеть глаза Коина, то она чиста. Как это? Неудивительно, все тело покрыто чисто. Вот здесь мы и наблюдаем, что Всевышний ее сразу просил. Она была покрыта проказой с ног до головы. Просто 7 дней контрольных она подождала в Нистана. Народ ее ждал. И после этого мы пошли дальше. Эта местность называется Хацерот. Здесь поразил Всевышний Мирьям. Огром тоже был покрыт проказой. Но мгновенно Всевышний убрал. Он не хотел позорить первосвященника. В чем они виноваты? Раша говорит, что Цепора красивая. Она ей сказала, что Цепора такая красивая жена Маше. Она сказала, что так сказала. И Мирьям подумала, что Маше не спит с женой и поэтому неправильно он поступает. И она ничего вроде как не нарушает. Идет к раввину и узнает, что делать. Мало того, что это не просто раввина, это первый священник. Мало того, что он старший брат Маше. То есть это одна семья. И она так считала. Но для таких цеников, таких праведников на таком высоком духовном уровне она не могла так поступить. Если бы она пришла к Маше и все это сказала, то все было бы хорошо. Она бы все правильно сделала. Но решила сказать третьему лицу. И естественно заповедь она нарушила. Вошла на разное значение. А в чем еще она не права? Как она могла видеть всю картину? Всевышний видит картину со всех сторон. А мы видим только с одной стороны. Она думает, что Маше не выполняет свой супружеский долг и спит с женой. Но написано в Торе, когда мы получали 10 западей на горе Синай, написано, что 3 дня не приближайтесь к женщине. Это Маше говорит. Всевышний говорит, будьте готовы к третьему дню. И раз является Всевышний, нельзя приближаться к женщине. Поэтому Маше не мог приближаться к своей жене, потому что он все время в пустыне разговаривал со Всевышним. Но Мирьям это не могла понять. Поэтому она поступила так поступила и была за это наказана. Всем все самого наилучшего. Наш рок на сегодня заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бад Йосим, Мира бад Аврагам, Роза бад Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Здоровья Светлая бад Клара, Борис бен Мария, Анна бад Ривка, Полина Перв бад Соня Сура, Лена бад Клара, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Дворь Робот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бад Ита, Фира бад Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бад Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина бад Ури, Арон Арье бен Ури, За хороший дух Арон Арье бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бад Сара. Всем все самое лучшее, Шаббат Шалом, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до следующих встреч.